Продолжается прямой эфир программы «Утро в Петербурге». Мы продолжаем готовиться к всероссийскому празднику, к Дню Победы. А ведь для многих россиян этот день окажется рабочим. Да, и вот 47% россиян, опрошенных аналитическим центром, вынуждены выходить на работу в праздничные дни по просьбе работодателя или заказчика. Причем 52% респондентов отметили, что за выполнение задач в праздничные дни им не доплачивают. Вот как должна оплачиваться работа в праздничные дни? Да, а также кто имеет право не приступать к своим обязанностям, например, 1 января или 9 мая, и куда жаловаться, если вам заплатили меньше положенного? Ответы на все эти вопросы, я уверен, знает наш гость, юрист Сергей Пирогов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем наш разговор не с оплаты труда, а с того, вот может ли работодатель в приказном порядке вызвать сотрудника на работу в праздничный день? Не может. У нас есть трудовой кодекс, который охраняет права работника, в частности, статья 113 Трудового кодекса, которая говорит о том, что привлекать работника к работе в выходные и праздничные дни можно только с его письменного согласия, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены в Трудовом кодексе. Это в случае, если такой выход обусловлен необходимостью предотвращения аварийных ситуаций, введением военного чрезвычайного положения и так далее. Поэтому только с письменного согласия работника. Поэтому если работодатель просит, скажем, настоятельно просит выйти на работу, то любой работник имеет право отказать ему в этом, и никакой санкции за это быть не может. Здесь есть только исключения. Для сотрудников сферы развлечения, телевидения и так далее. Здесь порядок работы в выходные и праздничные дни может быть регламентирован внутренними локальными документами. Трудовым договором? Трудовым договором, коллективным договором, где будет предусмотрено, в каком порядке это возможно. А вот если у сотрудника есть инвалидность, или, к примеру, женщина находится в положении, или у нее ребенок до трех лет, ее вообще даже ей предлагать, или ему не будут выходить в праздничные дни? Тоже есть какие-то ограничения? Они есть, но здесь правильнее даже сказать, что все работники безотносительно того, и безотносительно их какого-то специального статуса, для всех работников правило одно – только с письменного согласия. То есть предложить можно всем, но если работник не хочет, если у работодателя нет письменного согласия работника, он не имеет права заставить работать работника в выходной или праздничный день. Давайте, Сергей, рассмотрим две ситуации. Человек на окладе, либо человек в договорных условиях. Как должна оплачиваться работа в День Победы, скажем, 9 марта? Трудовой кодекс не делает различий в зависимости от того, какой график работы у работника. Это оклад, это сдельная работа и так далее. В любом случае это двойная оплата. Если это оклад, значит это путем расчета стоимости одного дня. Если это сдельная работа, значит это ставка за час, за день, за какой-то объем и так далее. Но в любом случае это двойная оплата. А праздник считается с нуля часов до нуля часов? Праздничный день, да, это с нуля часов до нуля часов. То есть это почасовая оплата, за следующий день уже платится? Да, если почасовая оплата, человек вышел на работу условно в 6 часов вечера, там, допустим, то вот за 6 часов праздничного дня двойная оплата. А если у человека, допустим, ненормированный на рабочий день, или он работает вот сменным графиком, 2 через 2, праздничный день тогда будет оплата? Считается он праздничный день. Он считается, хотя в подавляющем большинстве случаев у нас работники действительно не получают. Не получают, да, общепит, обычная ставка стандартная. Потому что, да, считается, и работодатели так говорят своим работникам, раз у тебя 2 через 2, то какая разница, на какой день твои 2 рабочих выпадают. Хотя это неправильно, я хочу это обратить не буду. А вот хорошо, а если, к примеру, 9 мая у меня только выезд, вот я еду в командировку, и 9 мая я еще не приступила к работе, это дорога, ее будут оплачивать? Дорога является рабочим временем. В любом случае. Если у вас куплен, условно, скажем, билет на 12 часов дня, 9 мая, вы выезжаете куда-то в командировку, то это уже рабочее время. Если найдена несогласованность в оплате, то какие шансы есть у работника? То есть что он может быть? Какие-то будут штрафы работодателю, либо он просто его обязует выплатить вот эту недоплаченную... Ну, как минимум, работодатели обязуют выплатить эту часть, и плюс предусмотрены и штрафы законодательством, и шансы у работника достаточно высокие. Другое дело, что, к сожалению, многие даже не пытаются бороться за свои права. Потому что не хотят портить отношения. Портить отношения, потерять работу и так далее. Но в большинстве случаев, я хочу отметить, что не доходит до острого конфликта. Просто когда работник обоснованно и аргументированно задает вопрос, почему мне не заплатили, да, и объясняет, почему вы должны мне заплатить, работодателям зачастую проще заплатить... Если с работодателем не удалось договориться, нужно идти, как я понимаю, в трудовую инспекцию. Вот какие данные я должна предоставить сотрудникам этой инспекции? Они же не детективы, они не будут там... Чтобы они знали, что я это время отработал. Это как, по камерам будут смотреть, либо должны быть какие-то документы? Здесь для работника хорошая новость в том, что обязанность по доказыванию в трудовых спорах лежит на работодателе, а не на работнике. То есть работнику, по большому счету, достаточно в ту же трудовую инспекцию или даже в суде, если дойдет до суда, сказать, что да, я работал 9 мая, в праздничный день, а дальше работодатель должен доказывать, что сотрудник не работал, не было обязанности у него оплатить в дальном размере и так далее. Но, безусловно, нужно иметь максимально возможное количество доказательств, что вы работали. Чтобы облегчить работу как раз-таки сотрудникам. Сергей, мы вас поздравляем с Днем Победы, который уже завтра, и искренне верим, что у вас это выходной день, как и у многих петербуржцев. А для сотрудников нашего телеканала, для тех, кто в этот день работает, мне кажется, это работа в удовольствие. Это работа в радость. Да, в праздничный день. Спасибо большое. А у нас в гостях юрист Сергей Пирогов.